Как строилась ваша карьера в IT? Ну, собственно, начала я как технический писатель, потом перешла в бизнес-анализ, это было еще в Some Solutions. После перехода в Generation P я сразу стала руководителем отдела бизнес-анализа. Здесь были разные проекты и небольшая команда, которая, собственно, занималась сбором требований и планированием этих проектов и организацией их выполнения. То есть, в общем-то, здесь даже и менеджерские какие-то элементы тоже присутствовали в этой работе. Потом, года через два-три, наверное, больше и больше становилось в моей работе менеджерских задач. То есть, собственно, это уже полная ответственность за проекты, которые тебе поручают, которые ты выполняешь. И в какой-то момент, когда действительно работы стало очень много и работа была очень ответственная, я поняла, что могу. То есть, в общем-то, я поверила в свои силы и также мы очень много общались с руководством компании и мне было предложено войти в состав директоров. Какие у вас задачи? Мои задачи связаны с одной стороны, с общим администрированием белорусского офиса. Я сегодня являюсь директором компании GP Solutions. То есть, это всевозможные вопросы по кадрам, по финансам, приемную работу, отпуска и все такое. С другой стороны, это по-прежнему работа над продуктом. То есть, в общем-то, я продолжаю выполнять роль руководителя продукта, который мы разрабатываем. И здесь это работа с командой, то есть, проведение планингов, планирование, что у нас попадет в будущие релизы, с одной стороны. С другой стороны, это общение с клиентами. Это очень-очень важный аспект работы, потому что нужно слышать, что нужно клиентам и общаться с ними, думать, предлагать какие-то новые возможности. И вот, собственно, в этом всем мои дни. Да, конечно, в нашем случае достаточно сильно повлияло, потому что вот эта наша специфика, разрабатывать софт для туризма, она же сыграла, наверное, злую шутку, потому что первыми попали под волну кризиса как раз туристические компании, когда стали закрывать границы, и люди перестали ездить. И, конечно, когда у наших клиентов возникли проблемы, они пришли к нам с вопросами, а что можно делать с нашими услугами, когда у кого-то продолжалась возможность платить за услуги, у кого-то просто физически не было денег. Какие антикризисные меры принимали в компании? Несколько пришлось сократить рабочую ставку. То есть, в общем-то, не все сейчас у нас работают на полную ставку. В тех департаментах, где стало меньше загрузки, меньше оплачиваемых работ, ребята немножко получили дополнительную возможность отдохнуть. Нужно ли менять работу, чтобы не заржаветь? На самом деле, не соглашусь с этим утверждением. Оно отчасти идет из реалий аутсорсинговых компаний, там, где поработал тут, поработал там, набрался опыта в одном, втором, третьем, ура, побежал просить дальше зарплату побольше. Все-таки, если посмотреть на мир, на Европу, на Америку и на продуктовые компании, там люди работают годами, десятилетиями. Почему так происходит? И вообще, чем это отличается? И почему это важно? Потому что так достигается наилучшее погружение в тот домен, которым ты занимаешься. Около 20 лет я почти не играла, то есть так изредка что-то, пианино дома у меня было. А последние три года я настолько активно вернулась в музыку, что я даже сама этого не ожидала от себя. Я начала сама играть, совершенно неожиданно для себя открыла флейту, как второй инструмент оркестровый, научилась играть на ней. И в какой-то момент с подачи моей двоюродной сестры была организована встреча выпускников музыкальной школы. И вообще она рассказала про такую идею, что любители, музыканты в России активно собираются, участвуют в концертах, сами дают благотворительные концерты. Она меня воодушевила на эту историю, и мы вместе открыли вот такой, изначально назывался клуб любителей классической музыки, а потом трансформировался в мир классической музыки, как более обширный социальный проект. Собственно, сейчас у нас уже более 50 человек в нашем сообществе музицирующих, и также есть не только пианисты, то есть мы даже собираемся мини-оркестром, там, где есть виолончель, флейта, скрипка, то есть вот таким составом играем. Программисты, врачи, медсестры, менеджеры, директора, вот, то есть люди, которые, по сути, весь рабочий день уделяют решению разных рабочих вопросов, а после работы час-два репетируют дома серьезные музыкальные произведения, и в том числе готовы выйти на сцену и их сыграть. Какие ваши любимые композиторы и произведения? Больше всего меня вдохновляет Вивальди с его штормом. То есть это такое произведение, которое дает очень-очень мощный заряд энергии, и после него хочется прям... Жить, творить и делать много-много всего интересного. Также нравится Бах, Моцарт, там очень большой спектр их произведений. Сталкивались ли с гендерными стереотипами? Нет, не сталкивалась. На самом деле мне в этом плане очень-очень повезло. То есть на протяжении всей моей карьеры ко мне относились достаточно серьезно и ценили действительно профессионализм. Самый-самый знаковый момент в моей жизни был это переговоры с клиентами. То есть тоже, как я говорила, у нас клиенты в разных странах, и были переговоры с икувейским шейхом. Но это, в принципе, считается, арабские страны, женщины и все такое. И так получилось, что на эти переговоры не получилось поехать у моих партнеров по организации. То есть, собственно, ехала только я одна. Ну и после двухчасовых переговоров они шли абсолютно тоже на равных. Я прямо тогда в зале переговоров заключила договор на очень-очень большую сумму. Конечно, это было для меня тоже таким прям вау. Субтитры создавал DimaTorzok